Найдена славянская звездная карта Сразу скажу, что тема эта запретная и ученые не горят желанием изучать то, что обнаружено в сибирской тайге. Мало того, в сети почти нет информации про эти наскальные рисунки. И самое интересное, в сети организована операция по дискредитации и принижению ценности этого открытия. Если историческое открытие пытаются очернить, то значит оно имеет ценность. Профили сейсморазведки имеют преимущественно ровные просеки, делящие местность на прямоугольники и квадраты. Здесь же именно фигурные рисунки, геоглифы. Справка из Википедии. Геоглиф, нанесенный на Землю геометрический или фигурный узор, как правило, длиной свыше 4 метров. Многие геоглифы настолько велики, что их можно рассмотреть только с воздуха. Наиболее известный пример – геоглифы Наски. Существует несколько способов создания геоглифов. Путем снятия верхнего слоя почвы по периметру узора, путем насыпания щебня там, где должна прости линия узора, путем высаживания деревьев, формирующих необходимый рисунок. К использованию геоглифов в художественных целях прибегают и в наши дни. Красноярский край – субъект Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Относится к Восточно-Сибирскому экономическому району. Местное население – ненцы, эвенки, долганы. Территория края почти не заселена. Очень сильны там обряды шаманизма. Шаманы пользуются заслуженным уважением, поэтому издревле участвуют во всех сферах общественной жизни. На территории края никогда не было древних государств с достаточно развитой промышленностью или технологическими ремеслами. Так нам говорят современные ученые. Иногда на скалах встречаются древние рисунки, но достаточно больших изображений найдено не было. Тем более там никогда не находили геоглифов, как в пустыне Наска. Огромных, с замысловатыми рисунками, заметных с воздуха или из космоса. А так ли это на самом деле? Все ли мы знаем про Красноярский край? Оказывается, мы про него не знаем почти ничего. По координатам, которые я оставил в описании под несколько десятков. Кроме того, все звезды идут в четком порядке. Они разграничены равными секторами, немного похожими на дороги. Скорее всего это широта, долгота и проекции по меридианам. А сектора состоят из звездных систем. Значит геоглифы привязаны к определенному месту. Знать бы еще где это находится. То есть я повторюсь, в незаселенной зоне Красноярского края среди скального грунта выложена или выбита в камне гигантская звездная карта. Ее можно увидеть только с воздуха, но полностью рассмотреть можно только с околоземной орбиты из космоса. Видимо карте этой много сотен, возможно и тысяч лет. Некоторые элементы уже почти разрушены и почти не видны на спутниковом снимке. Никаких упоминаний об этом феномене я не нашел, а значит мало кто знает, что скрывает от нас земля Красноярского края. Я даже не берусь предположить, какая могущественная цивилизация построила эти знаки и, главное, непонятно для чего все это было нужно. Так что рисунки пустыни Наска теперь отдыхают в стороне. У нас в России есть то, что им создаст достойную конкуренцию. Кстати, полностью обхватить взглядом эти рисунки невозможно. Слишком большая площадь. Рисунки все очень ровные, как будто их начертили лазерным лучом. Геометрически правильные. Линии звездной карты тоже идеально прямые. Думаю, что этот артефакт имеет все права быть одним из чудес света, его неземная природа очевидна, с земли заметить рисунки было невозможно, также не видно их из самолета. Детальная картина была получена со спутниковых фотографий. Я же нашел эти артефакты случайно и спонтанно, но думаю, что это моя самая загадочная и масштабная находка. Знают ли об этих рисунках другие люди, мне неизвестно. Публикация на эту тему мне не попалась, так что, возможно, это можно назвать настоящим открытием. Посмотрите эти рисунки сами по ссылке в описании под этим видео и попробуйте представить, что же это на самом деле.